всем привет ребят ну что завтра нас ждет обновление честно говоря наверно но еще больше многих разочарует потому что помимо нового героя у нас появились еще дополнительные прокачки следующие прокачки героев судя по всему потому что вы видите это просто жесть я не знаю сколько туда надо будет ресурсом на это понятно сделано мне ничего уже качать и возможно я буду дальше там качать но я смысла честно говоря в этом тоже не особо вижу потому что это герои на максималке и докачивать их еще дальше посмотрим в общем смысла как бы тоже я не особо для себя даже вижу потому что ну докачал ты все герои что дальше в общем поехали сейчас я открою тайванский форум и с вами разберем это все так вот завтра в 14 00 то есть по сути у нас где-то в 78 по москве будет обновление она где-то будете до 11 12 на тайване дадут 800 камней ну все как обычно читаем самый первый пунктик добавлено 10 уровней до пикового уровня с 21 до 30 я вам показывал сколько нужно камней для прокачки одного героя сколько нужно ресурсов для прокачки героя вот они делают 30 пиковый уровень на 3 на вот у меня вопрос нафига это делать ну понятно что там чтобы получить больше доната там прочее все равно половина не половина 99 процентов игроков даже 99 99 только у меня все прокачано на максималку у других еще далеко до этого смысл вводить тридцатый уровень ну вообще какой смысл тридцатки я понимаю если бы у нас были потребности в локациях там мы не могли что-то пройти понятно что сейчас докачаем 30 и 8 кошмар к там просто будет на ура проходится точно так же как это было и сведением 20 прорыва но смысл еще больше получится увеличит пропасть между донатом без донатом так что один просто герой 30 уровня будет убивать все героев непрокаченных как и в принципе двадцатка это делает непонятно какие атрибуты будут давать сколько камней я просто представляю знаю сколько там ресурсов уходит уже на прокачку что это даст ну как бы с титула ничего не имеешь титулы не вводят возможно ввиду там какие-то титулы новые но опять же это полная хрень как по мне ну смысла даже не вижу я возможно даже не буду заморачиваться там постепенно прокачивать потому что ну а ну того не стоит везде лимиты пвп локации как бы проходится без разницы какие там у тебя прокачки атака фартов единственное которое раз две недели это не факт в общем вот как то так построение второй фазы скина это второе у нас и оптимизация в общем добавятся скины я их уже показывал скорее всего будет здание скинов и также будет на башню магии ну точнее там здание магии и на казармы алтарь героев волшебные дома пишется в общем непонятно что будут они давать но суть в том что тоже по сути фигня чисто так прокачать вытащить деньги и нафиг оно не надо и вот я прокачал на максималку и разницы особо не увидел возможно кто-то увидел у себя при нападении на кого-то ну я честно говоря не увидел новые секреты чтобы выиграть функцию ускоренной битвы босса непонятно написано предложение игрока пока пока нету точной информации завтра уже посмотрим во время обновы новый герой ну кто бы сомневался что нам не добавят нового героя звездный дух он будет называться непонятно что это добавлен новый мод героя звездный дух или скин это будет или что это будет непонятно дух звезд дух света переводится но это пятый пункт так новый герой звездный дух умение времени и пространство описание аудитория случайным образом называют временных и построенных власти вражеские цели в пространстве и времени находится в заключении в общем он будет какую-то наносить судя по всему молчанку так где-то моя музычка закончилась за дело интересно без музыки так еще ребят секунду нормаса так на чем мы там закончили короче в общем он будет на бить по области насколько я понял и площадь непонятно донатные не донатные во время существования области первого времени герой восприимщик замораживания каменению а не восприимщик то есть непонятно что это будет судя по всему будет интересный какой-то герой с новыми кими-то там мега гимбовыми талантами но непонятно за донатный за донат посмотрим кулдауна вдохренища поэтому непонятно добавьте реквизит в престиж магазина чтобы выкопить камень просветления ну в общем не понятно тоже что это будет предложение игрока настройка интерфейса вот и все не добавлено ничего скажем такого возможно это не полный перевод ну не все выложили что будет но как-то странно что у нас не будет талантов новых там например чар каких-то влечений в принципе зачем тут хватает только прокачки прорыва с 21 по 30 потому что больше ничего у нас до 20 не качается скажем так то есть только прорывы какой смысл я честно говоря не знаю я не знаешь говорю я подокачивал 20 на то что до хрена времени до хрена средства и не зря они все делают дешевле возможно будет еще что-то ну то есть я уже показывал что скидки идут на всех серверах ну конечно же кроме русского на русском сервере как обычно мы трешуем на английском там вообще просто скоро будут даром это все раздавать не знаю сколько надо будет ну я не вижу в этом смысла потому что у нас нету локаций под которые нужны такие герои ну наверное кроме 8 кошмарки все остальное приходится на ура на архидема не ограничения стоят в общем непонятно интерфейс настройки интерфейса увеличению бонуса непонятно вы идите в окно чтобы активировать его после завершения загрузки новичка возможно какой-то будет новый гайд для новичков принудительная часть руководства не знаю что это будет альянс гегемонии в общем судя по всему добавят 4 раздела по усовершенствованию там каких-то и домов плюшек для новичков возможно принципе это вот это вот наверное самый большой плюс это от обновы для людей которые приходят в игру еще не знаю что это за игра все командная защита показ награды за командное наступление новая награда за первый проход двойная награда за традиционный камень ну тоже непонятно какие-то будут у нас судя по всему дополнительные награды или что это будет непонятно хотя написано интерфейс увлечения бонуса какого бонуса неизвестно возможно там какие-то улучшения нам дадут типа с увеличением я ничего не могу вам сказать карта судьбой добавляет быстрое переключение вот это вот интересно что это будет за быстрое переключение исправлена задача пожертвования ресурсов раздача превышает лимит ресурсов более 840 вот это уже этого не знаю что это за банк был исправлен к достаточно силы превышает 100 проблемам остров не может быть наверное по квастах что-то оптимизация лагеря босс оптимизация раскладки рейтинга отображения аватара это что-то будет интересное наверно что-то поменяют интерфейс и ну и плюс один слот это все что есть у нас на сегодня сейчас я еще по достойване больше тут ничего нету интересного ну а сейчас я зайду еще раз посмотрю тут постил так не увидим в общем вот так вот ребят не знаю пишите в коменте что вы по о том поводу думаете ну как по мнению то что а это я минималку включил то что они добавляют сейчас в игру прорыв дальше качать как по мне это полный бред почему бред я не вижу в этом смысла сейчас зайдем на форум глянем может там что-то еще интересное есть так второе двенадцатое поставим кадр то создал только один апдейт но не знаю не знаю что вам сказать принципе пишите в коментах что вы думаете по этому поводу ну как по мне это еще еще скажем так жопа ви обново чем было до этого потому что если там вели у нас два героя то здесь вели один герой на вели такую хрень как прокачка дальше так чтобы вы понимали на прокачку надо немеренно ресурсом в принципе думаю вы знаете ничего хорошего с этого для без доната не это в основном у нас играет без доната донатом ну по сути чисто ради силы а вроде какого-то нагибов каких-то определенных локациях хотя у нас их не так уж и много а так принципе это того не стоит вопрос сколько это будет ресурсов стоит дальше и вопрос что они дадут для прокачки без доната вот так все пишите комменты как обычно лайки репостики и ждите завтра уже видосика с 1 всем удачи всем пока